Это видео я записываю на смартфон Honor Play. Звук идет на встроенный микрофон и коробка многих Honor вообще бывает голубой. А здесь коробка изначально была белой, то есть это немножко все-таки больше похоже на Huawei. Это смартфон данный, изготовлен в январе 2019 года, конечно же сделано в Китае. Такой смартфон сейчас стоит на сайте Алиэкспресс примерно 13 тысяч рублей. И если вы надавили стеклянные смартфоны, то Honor Play отлично подходит для этого, потому что тут цельнометаллический корпус. По коробке все хорошо, все в принципе точно так же, как мы все знаем. Какая-то вот документация, очень бюджетная, дешевенькая скрепка, как обычно бывает у Huawei. Но что хорошо, то что здесь уже стоит быстрая зарядка, быстрый блок зарядки в комплекте и очень длинный шнур. То есть это конечно USB Type-C и USB-A, но суть в том, что многие Xiaomi сейчас ставят очень короткие шнуры. Здесь же шнур очень длинный. И вообще этот смартфон в целом очень неплох, но самым главным его минусом является то, что он записывает очень дерганное видео с переавтофокусировкой. Давайте посмотрим на смартфон поближе и расскажу про Honor Play. Это такой смартфон с флагманским процессором, но относительно был недорогой в свое время. Самым преимуществом этого смартфона, я считаю, его дизайн, его большой вытянутый дисплей, узкие рамки, очень-очень тонкие на самом деле рамки по бокам. Единственное, что здесь очень большой такой подбородок, который так называют. И здесь разместили логотип Honor, который еще старый, но в логотип Honor мне меньше нравится. Монобровь, конечно, могла быть и поменьше, но теперь она такая вот как бы большая. Сейчас это, наверное, не так модно. Сейчас уже камеры перископ, камеры капли. Но все равно как бы это не сильно напрягает, со временем к этому очень привыкаешь. В отличие от простых бюджетных китайских смартфонов, например, в свое время там Note 5, какие-то Asus и прочие другие смартфоны, там устанавливался просто обычный один лист алюминия такого тонкого. Здесь же, в отличие от китайских таких более дешевых смартфонов, сделали цельнометалический корпус. Корпус вообще очень похож на iPhone 7, 7 Plus вот этой серии, потому что здесь такие красивые антенны, они особо не видны. И сам корпус тоже очень хорошего качества, телефон много распадал, здесь уже видны сколы, здесь есть машины и на асфальт и прочее. Телефон очень хорошо ведет себя, то есть при падении очень крепкий смартфон. Естественно, у меня здесь уже поцарапался немножко экран, потому что я носил с ключами, то есть если мы это увидим на камеру. Но я это не считаю минусом, смартфон это обычная вещь, это спокойно может быть царапаться и прочее. То есть я не люблю, когда люди отдают последние деньги, покупают там смартфон за 80 тысяч, потом берегут его, там пленки и чехлы одевают. То есть лучше купить смартфон, который вам не так жалко будет разбить. В принципе дисплей на этот смартфон стоит примерно 1200-1500 рублей на сайте Алиэкспресс. Это дешево, потому что это IPS-дисплей, потому что аналогичный OLED-дисплей стоит бы 8-9 тысяч рублей, скажем, как на других смартфонах. Преимуществом этого смартфона является опять-таки его большой дисплей, вытянутый. И преимущество в том, что дисплей обычно будет широкий. Здесь мы одной рукой можем дозвониться и прочее. Естественно, что когда нам уже нужно в верхнюю часть переместиться, то конечно смартфон немножко длинный. Это уже не так легко приходит работать с двумя руками. Преимуществом этого смартфона опять-таки является его процессор, это 10-нанометровый процессор, это Kirin 970. Это довольно мощный процессор и обычный мощный процессор очень прожорливый. Здесь в батарее установлен режим, который позволяет процессору работать не на всю мощность, то есть вот непроизводительный здесь режим. И смартфон работает просто очень долго. Я переходил как бы со смартфонов еще 4000 мАч, здесь 3850, но они показывают себя очень хорошо благодаря именно этой оптимизации Huawei-вской. То есть смартфон работает реально очень долго. Что мне не нравится, я не знаю, это из-за того, что здесь 4 гигабайта оперативной памяти или из-за чего-то еще, приложения вылетают из памяти. То есть если мы открываем YouTube, Instagram, несколько предложений, и когда мы возвращаемся, скажем, к какому-то предыдущему приложению, то часто происходит перезагрузка. Я не знаю, это особенность этого процессора, прошивки или малооперативной памяти, но такое происходит в этом смартфоне, и это конечно очень плохо. Фишка для игр GPU Turbo сейчас она уже есть на всех смартфонах Huawei, то что раньше была фирменной фишкой этого смартфона, теперь уже на всех прошивках это есть. Эта облочка называется MUI, новая облочка называется Magic UI, то есть она просто видоизменилась немножко в названиях. В принципе, то же самое осталось здесь, все основные фишки здесь есть и здесь, и на Magic они очень-очень похожи. Huawei Honor очень часто оснащают свои недорогие смартфоны датчиком NFC, то есть здесь можно провести беспроводную, бесконтактную оплату, используя Google Play. Это очень, конечно, хорошо, в отличие от смартфонов, не знаю, Xiaomi, Meizu и прочих, там нету, в основном нету NFC. Здесь датчик есть, очень хорошо работает, и вообще в целом смартфон по своим характеристикам, по камере и прочее, он ведет себя неплохо. Конечно, стабильность видео мне не нравится, потому что часто происходит перефокусировка, те же, там Xiaomi, Mi 9 SE и прочее, они показывают себя намного лучше по фотографиям, в принципе, плюс-минус можно сопоставить. Просто, что мне нравится, что в обновлениях очень часто происходят обновления, и в видео у нас даже появился режим, когда вот, сейчас вам покажу, значит, не когда 16 на 9 снимается, вот как сейчас, а тут даже есть режим съемки 18 на, вот, в общем, большой такой режим, так, давайте посмотрим, 18,7 на 9, то есть смартфон просто записывает практически на весь дисплей. Я поначалу этого не заметил, но это очень классно, потому что, если вы хотите записывать какое-то видео, которое будет поддерживаться, скажем, на больших таких вытянутых смартфонах, это очень хорошо, что такой режим они сделали, и вообще камера смартфона очень-очень оснащена огромным количеством фото-видео возможностей, здесь все, что угодно можно сделать, я уже не говорю, что там какие-то есть варианты из дополненной реальности, когда вот такие-то штуки мы здесь можем подбросить, там что-то сделать, так, это у нас где эффекты, там всякие анимашки и прочее, не знаю, мало кто, наверное, будет пользоваться, но, опять-таки, это хорошо, что все это здесь есть, очень много ручных настроек, в том числе и дополненная реальность и прочее по камере. По связи и прочему могу сказать, что, в принципе, здесь, наверное, все со связью хорошо, мне очень нравится, что зарядка здесь Type-C, есть, конечно же, быстрая зарядка в комплекте, на нем не экономили, также и на длине шнура, шнур довольно большой длины, и также есть у нас здесь 3,5 разъем для наушников. Оказывается, для многих еще не нравится, когда он здесь, многие любят, когда наушник сверху, чтобы как-то вот так пользоваться, почему-то я считал, что всегда, когда оба разъема внизу, как айфоновская компоновка в айфоне, там, начиная с пятерки, эта компоновка мне очень нравилась, но, опять-таки, есть люди, которые нравятся, когда разъем наушников сверху. Здесь нет серьезного звука, здесь просто один динамик, сверху динамик он не поет, очень большие возможности по кастомизации, то есть поставить режим 5 на 6, здесь 5 рядов, то есть очень-очень хорошо, в этом смысле, некоторые, например, смартфоны, например, в Meizu, они не кастомизируются, вообще здесь, вот, программная оболочка, она постоянно расширяется, некоторые фишки появляются со временем, и в этом смысле, хорошо, что, например, как, в принципе, ну, не как айфон, но смартфон получает обновления, и с каждым разом они улучшаются. Вид смартфона очень легко поменять благодаря темам, темы здесь, хоть некоторые и платные, но здесь, в отличие от Xiaomi, нет рекламы в смартфоне вообще, поэтому какую тему мы не хотим, можем спокойно поставить, но, опять-таки, есть красивые темы, которые, в принципе, они бесплатные, и можно использовать, то есть, если по настроению хочется постоянно что-то менять. Здесь нет темной темы, хотя в дальнейшем это будет, здесь есть очень хороший параметр, это вариант личный, мы когда заходим в безопасность, здесь есть свой такой, такое свое хранилище, которое шифрует всякие данные, очень хорошо, что есть такой вот прикол, вот личные данные, даже в этом режиме, если я попытаюсь сделать скриншот, он напишет, что в этом режиме даже невозможно сделать скриншот, то есть, приватность на очень хорошем уровне, если обычный пароль на телефоне один, то на другой, скажем, другое приложение, опять-таки, я покажу просто, что там совсем другой пароль, и это очень хорошо, потому что, в том числе, приватность, это очень важная вещь сейчас, В современном мире люди хранят в телефонах очень много данных, в том числе банковские карточки, какие-то личные фотографии, личную информацию. В этом смысле очень хорошо, что дополнительно не нужно какое-то программное извлечение, потому что встроенные решения, все они очень хорошо работают. По компоновке здесь либо одна сим-карта плюс карта памяти, либо две сим-карты, то есть слот комбинирован, но хотя бы так. Иногда сейчас ставят просто две сим-карты без возможности поддержки карты памяти. Раньше на Huawei и Honor устанавливали инфокрасный порт, сейчас его нет. Звук видео пишет в хорошем качестве, то есть я просто увидел микрофон и вспомнил, что здесь двухканальный аудио. Это скажем аудио, двухканальное аудио начали писать iPhone, начиная с iPhone XR и XS, XS Max, то есть до этого был там одноканальный звук записи в видео. Поэтому у этого смартфона есть свои преимущества, его цена конечно самый важный параметр в этом смысле, потому что похожие смартфоны в этой ценовой категории будут либо отставать по дизайну, по вот этим материалам, по стеклу, либо будет немножко все-таки хуже характеристики, потому что процессор Kirin 970, возможно многие конечно недооценивают все, что он не Snapdragon, но этот смартфон он производительнее чем 660, 675, 710 Snapdragon, да может быть какой-нибудь там 730 Snapdragon будет примерно, он может быть при наравне или чуть лучше, но этот смартфон на 10-наметровом техпроцессе очень производительный, его хватает для любых задач и вот со временем, то есть производительность не падает, телефон не глючит, не виснет, то есть не было такого, чтобы там телефон конкретно завис, там не пришлось перезагружать и прочее, и опять-таки он многократно падал, тут наверное огромное количество должно быть сколов, но телефон очень крепкий, ничего не помялось в принципе, пару мелких царапин, пару мелких сколов, да в принципе и все, то есть в этом смысле они опять-таки молодцы, многим не нравится красный цвет, хотели бы черный, но я специально взял такой, потому что мне нравится вот рисунок, который здесь нанесен, конечно может какой-нибудь чехол поставить, но телефон очень тонкий, даже не хочется скрывать его в чехол, но на мой взгляд отпечаток пальца должен был быть здесь, а он здесь, но к этому очень быстро привыкаешь, и опять-таки бюджетность этого телефона является то, что здесь одиночная вспышка, то есть не двойная вспышка, одиночная, еще мне нравится то, что вот эта рамка металлическая, вот если мы сделаем, она вот сама камера находится чуть-чуть ниже, чем эта рамка, таким образом мы там телефон ставим вот так вот, он каким-то образом защищается, то есть я не боюсь его бросать на какие-то поверхности деревянные, потому что все-таки камера, вот эта окантовка, она немножко защищает, также чехол я его очень хорошо защищал, потому что в смартфонах Xiaomi, скажем, чехол вот такой здесь порезью, нет выступа, чтобы защитить эту камеру, пользоваться настройками очень неудобно, потому что здесь очень мало пунктов, и находится, находится очень-очень глубоко, то есть какое-то, если мы хотим настройку найти, просто легче его ввести здесь, потому что на самом деле настройки здесь очень включенные, то есть нет группировки, как это в айфонах, в Xiaomi или там других смартфонах реализованы. Напишите ваше мнение об этом смартфоне, спасибо, что смотрели нас, до новых встреч!